Здравствуйте, Андрей Широков, Клубоков, Правда, Целите. Мы говорим о здоровье и вот задают вопросы обо мне лично. Хотелось бы увидеть, как вы выглядели до сыроедения. Почему вы не хотите посмотреть, как я выглядел до начала очищения? Был ролик, я показывал там свои фотографии, например, пять лет назад. Вы бы очень удивились, замечательно выглядел. Но вы, правда, не знали, по фотографиям, скорее всего, не определите, что было с внутренней средой. Да и всякие проблемки, вроде того, что, например, пять лет назад я практически не мог ничего поднять правой рукой. Обострение шло по грыжам, да и вообще закоротило спину тогда. По фотографиям вы не видели, что там, ну, уже к тому времени хоть чуть подлечил, но шли и кандиломы. И иммунограмму вы не видите по фотографиям, а я ее тогда сдала, и там был спид, без ВИЧ, но спид. Ну, так и сказали, у вас полный иммунодефицит. По фотографиям, да, выглядеть хорошо, даже с гнилой средой внутренней можно. По фотографиям вы бы и не определили то, что и холецистит, и то, что застой желчи, и то, что на какие-то провокации тогда стал варить Гринтвейн, и рези жуткие прямой через пускание пошли. Это потом я узнал, что у меня посыпались камни и застряли, и потом я ездила по скорам. Но по фотографии 5 лет назад вы бы этого не увидели. Картина внешняя была очень даже неплохая, да, и вес был побольше. Правда, был ли это полезный вес? Это другой вопрос. По фотографии вы бы и не увидели грибок на ногтях, ну, его бы я вам на фотографии бы особо и не показал. Да и прыщи бы вы бы не увидели. Я умела, умела, умела это все закрывать, ну, не фотошопом, а изготавливал специальные умывалочки из всяких активов. Кстати, они продаются в моей фитоаптеке. Правда, я больше этим не пользуюсь, мне больше это не нужно. Хоть и бывают у меня какие-то высыпания сейчас вот на цитрусовые, но это все совсем не то, что было. Потому что, если бы я раньше не умылся специальным средством в течение 12 часов, то покрывался просто гноем снаружи на лице. По фотографии вы многое другое не видите. Да и я о многом другом узнал только именно на очищении. Поэтому, ну, хорошо, поищите, посмотрите эти ролики, раз вам интересно. Ну, мне, в принципе, это тоже приятно посмотреть только 5 лет назад, но я не готов к внутреннему содержимому, которое было 5 лет назад. Я имею в виду в плане именно здоровья. Тут, конечно, день и ночь. Так выглядит неплохо, но у меня есть пациенты, где как бы человек из последних сил делает все, чтобы все-таки внешняя картинка была красивой. А внутри там, ну, ладно, что человек сидит там на гормонах, например, на кучу лекарств, да, но внешняя картинка ничего. Возраст еще никакой. Человека сажают уже на лекарства, на которые раньше не каждую бабушку сажали. Но картинка внешняя, мы умеем ее поддерживать, да, косметология, всякие уколчики, все что угодно. Да, я даже и без косметологии, без уколчиков. Поэтому туда ли вы смотрите. Вообще наш канал о состоянии внутренней среды и о том, что не приведя внутреннюю среду в чистоту и целостность, говорить о реальном здоровье бесполезно. Нет фундамента. Но какой-то воздушный замок на время можно, да, показать другим. И как-то себя утишить, посмотрев в зеркало. Но это такой самообман. Андрей Широков, Клуб Эфлик, Правда Целителя. И прошу прощения, да, и вы вот опять задавали вопрос, до сыроедения. Ну, в первые несколько месяцев именно очищения, еще за полтора месяца, за полтора года до сыроедения, я превратился, ну, уже был тогда не в самом соку, но превратился просто в, там, дистрофика, и на ногах уже не мог стоять. Ну, вы бы это, может быть, тоже по фотографии не увидели, но тогда у меня есть эти фотографии, где на мне лица нету, но вот мне их и не хочется показывать, даже лазить за ними. Это еще до сыроедения, просто на очищение, да, когда там посыпались камни, стала болеть голова, стала чистка сосудов пошла, пошла антипаразитарка. Вот тогда, как бы, да, уже можно было сравнивать. А сейчас постепенно, как бы, как-то увереннее, лучше, стабильнее, но вот так, чтобы прямо вернуться ровно на пять лет назад и показать, что вот смотрите опять какой там удалец, да, тут не получается, потому что я выбрал путь именно честности с самим собой, со своей внутренней средой, и тело пока, вот, не готово показать Шварценеггера. Занято другим, заняты расплаты по долгам, по выплате кредитов процентами, и, ну, все-таки при этом, как бы, стараюсь, да, держаться. Поэтому здесь опять, там дело-то не в сыроедении, а дело в захламлении внутренней среды и последующим, и, скажем так, высвобождением от этого наследия. Андрей Широков, Клуб Аклеб Шрадоцелитель. До скорого встречи.